МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Артем Новокшонов и Сергей Ростяков. Победители первенства Европы Александр Скрипников, Марина Чернова. В программе турнира парные, групповые упражнения у юношей и девушек, смешанные парные выступления, а также прыжки на дорожке. Нам дает больше опыта. Мы берем из других городов новые элементы, изучаем, делаем. И некоторые выполняют мастеров. На протяжении трех дней акробаты выступали с балансовыми упражнениями, выполняли сложные трюковые элементы, броски, двойное сальто, винтовые вращения. Соревновались в комбинированных упражнениях, которые сочетают элементы статического и динамического исполнения. Фаворитов определяли в трех дисциплинах. Турнир Юрия Зикунова имеет богатую историю. В 1967 году провели первые состязания. Сам же прославленный спортсмен начал заниматься спортом в общеобразовательной школе номер 109. В составе сборной РСФСР принимал участие в чемпионате СССР и стал чемпионом в акробатических прыжках в 1971 году. Через два года Зикунов стал бронзовым призером чемпионата СССР, а еще через год обладателем Кубка страны и первым чемпионом мира по акробатическим прыжкам. В 1975 году стал обладателем проводимого впервые Кубка мира. Быть похожим на него сегодня мечтают все участники турнира. Прежде всего это дань уважения великому спортсмену Юрию Петровичу. Поэтому все наши коллеги с удовольствием приезжают в город Омск, для того чтобы дети могли в первую очередь увидеть, так скажем, наверное, первого основателя, первого чемпиона мира. В честь него же и проводятся данные соревнования. Ну, конечно, это воспитательный момент больше всего для всех. По итогам состязаний среди женских пар сильнейшим тандемом оказались Елена Лилюк и Евгения Тахтамыш из Нижневартовска. У мужчин победили Владислав Шалдымов и Иван Ханжин из Магнитогорска. В смешанных парах золото завоевали спортсмены из Красноярска – Кристина Буторина и Антон Беляев. Среди женских групп на первую строчку турнирной таблицы также поднялись спортсмены из Красноярского края – Юстина Гербзомер, Юлия Гончарова и Екатерина Янгольнга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова